Я третий день на лекции не могу решиться, спасибо. У нас по женской линии папа, бабушка, мама, сестра, девушки, ну все, у нас у всех одно и то же. Прям по кругу у нас у всех есть мужи. Это родовое проклятие или что это? Ну у вас вот муж, это муж и пожар, от чего вы, нормальный муж, чего вы, беспокойтесь. У нас это было тоже? Ну он раскаялся, все нормально, все отлично. Но я боюсь, это на наших детей не перейдет, я могу сейчас правду? Нет, почему это должно перейти на ваших детей? Надо молиться просто, это, понимаете, как есть определенные похожести, допустим. Ну судьба похожа у родителей, у детей, у меня тоже вот есть определенные трудности в личной жизни. Они, я вижу, такие же трудности были у моих родителей, у моей сестры, двоюродной сестры, у ее отца. Ну то есть это похоже все, потому что мы же родственники, то есть судьба нас вместе собирает для того, чтобы похожие экзамены отрабатывать. Но это всего лишь объем работы. Если человек молится, духовной практикой занимается, этот объем работы постепенно преодолевает и все нормально становится. Ну то есть боюсь означает просто объем работы, вот когда вы бояться перестанете, тогда ничего не будет. Вот вы сейчас боитесь, это объем работы. Ну хорошо, то есть вы меня запугиваете что ли? Ну конечно, вас, это ваша судьба, прошлое, но это ничего не значит, надо просто молиться, побеждать судьбу. Видите, она меня не слышит. Вот это, запомните, вот это мышление, да, нет, в плане судьбы. Олег Геннадьевич, я проклятая? Отвечайте, да или нет. Вот это мышление, да, нет, в плане судьбы. Это просто неправильное понимание, что такое судьба. Судьба это проклятая или не проклятая. Судьба это просто объем работы. И он всегда воспринимается как страх. И с этим страхом надо просто отвлечься от него, думать о Боге. И постепенно он будет уменьшаться. Когда страх закончится, вы победите судьбу. Вот и все. А вы хотите сейчас, чтобы я вас или подбодрил, или обрек? Это неправильное мышление. Вот, допустим, человек с автоматом стоит, да, перед капитаном. И говорит там, капитан, я погибну или смогу победить? Это неправильное мышление, понимаете, просто такие вопросы создавать. Ты просто спросил у капитана, пожелай мне удачи в бою. Все. Вот это все, что надо спросить. Понимаете? А не просто вот этих вот глупых фраз. Я замуж выйду или не выйду, меня спрашивают. Выйду или не выйду. Это неправильное мышление. Я лекцию дочитаю сейчас, а не дочитаю. Надо просто читать. Постепенно дочитаешь. Это неправильное мышление. Нам надо поменять мышление. Вы боитесь судьбы сейчас. Боитесь ее просто. Надо ее побеждать. Она страшная внешне, но на самом деле можно ее побеждать, спокойно победить и у себя, и у детей. У всех можно победить. Молитвой. Нужно думать не о судьбе. Вот вы сейчас прикованы к судьбе. Это политика лягушки по отношению к удаву. Вот если вы испугались судьбы, как лягушка, прыгайте к нему в пасть. К своей к этой судьбе. Это испуг так действует. Вы сейчас боитесь судьбы. Это уже второй брак. И все. И все одно и то же. Одни смены. Страшно. И впасть к удаву. А надо отвлечься от судьбы. Вот узнали, что она такая страшная. Объем работы узнали. Все. Вы ее видите судьбу сейчас. Боитесь ее. Видите ее. Отлично. Теперь надо от нее отвлечься и думать о Боге. Слушать молитву. Те, кто молится. Потому что вы сейчас не способны думать о Боге. Сами включите те, кто молится. Вместе с ними повторяйтесь. Старайтесь, как они, включаться сильно в молитву. Сосредотачиваться. И забыть про судьбу, про свою. И в это время, когда вы будете про нее забывать и молитву вспоминать. Каждый раз, когда вы будете выходить из молитвы, то вы будете чувствовать, что стало легче в сердце, вспоминая то, о чем вы сейчас говорите. И так постепенно вы сможете победить судьбу. Подайте микрофончик. Не надо забирать микрофон. Да, дайте ей микрофончик. Ей. Ей. Женщине это. Когда начнете молиться? Я читаю в отчетах. О чем вы думаете, когда вы молитесь? Господи услышал Бога. О чем вы думаете? Вы думаете о этой проблеме или о Боге? Только один. Спокойствие в сердце появилось по поводу вашего события, этих событий или нет? Вы знаете, я вам сейчас говорю. Я вам сейчас говорю. Вы неправильно молитесь. Я вам сказал. Надо включить тех, кто молится. Слушать их. И вместе с ними молиться. Мешают. Мешают. Мешают, потому что ваш ум не хочет предаваться Богу. Он хочет предаваться только себе. Вы можете всю жизнь так молиться, как вы сейчас можете. У вас ничего не получится. Потому что вы в себе находитесь, а надо находиться в Боге во время молитвы. В Боге. Для этого помогают те, кто молится рядом сначала. Так человек должен включаться. Повторяйте, я желаю всем счастья. Нет, сейчас будете слушать сначала тех, кто молится и с ними. Слушайте, как они повторяют. Ближе микрофончик. Повторяйте. Нет, вы себя только слушаете сейчас. Вы должны их слушать. Повторяйте. Повторяйте. Слушайте. Повторяйте, как они. Мы следующим. Вы Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Верьте в звук своего слушания, а не в свой. Как они стараются, как они? Верьте не в себя, а в них. Я желаю всем счастью. Я желаю всем счастью. Не надо эмоции никаких включать, просто слушайте, как они. Смотрите. Я желаю всем счастью. Память, заходите в свою память. Я желаю всем счастью. Я желаю всем счастью. Сейчас спокойнее стало в сердце? Вспомните события. События вспомните, которые вы боитесь. Спокойнее стало вспоминать? Пустота. Пустота. Потому что мы его... Вот оно и пустота. Видите, как будто бояться нечего, правда? Вот это вот молитва, то, что я сейчас вам показал. А то, что вы до этого делали, это просто истерика. Молитва означает предание. Отличься от себя и слушать тех, кто молится, стать как они. Голос вас крепче становится в этом пространстве молитвы. Пространство молитвы – это отличное от моего пространства. Это пространство памяти о Боге. Сначала нужно включиться в него через других людей, если ты сам не знаешь, как это сделать. И потом жить в этом пространстве сильно, очень своим звуком. Вы сейчас начали это делать, и тут же результат. Вам достаточно 2 месяца вот такой молитвы, и у вас эта судьба будет уничтожена. Спасибо.